Смотрю на то, какой онлайн общий на BlackRush'е, я офигеваю. Сказываются на вот общем состоянии серверов. А у BlackRush'е, как лично я понимаю, всё стабильно в этом плане. Я не знаю, на каком хостинге они стоят, я не знаю. И вот, то есть, сам факт в том, что ты как-то причастен ко всей этой истории, это круто. Это прям, знаете, классно, потому что BlackRush, она вырвалась буквально вот просто вот так вот. Сокращение ютуберов, возможно, пойдёт нечто подобное, потому что, ну всё, они типа, ладно, неважно. Порой, вы знаете, когда я читаю какие-то новостные вот эти вот все новости, вот эти вот все новостные издания по Сампу и по КРМП и по мобилкам и по всем прочим вещам, я порой удивляюсь тому, как такое вообще может быть. То есть, иногда я удивляюсь тому, когда я захожу в какое-то новостное издание, а там о каких-то вещах пишут, как будто бы это, ну вот, так и должно быть. Как будто бы это уже все 300 лет знают и так далее. Примеров было много. Я захожу в новостное издание, вижу какой-то КРМП проект, который лично я вообще читаю про него в первый раз, и про него пишут, как будто бы, знаете, это какая-нибудь BlackRush. Ну, типа, знаете, проект, там, я не знаю, как КРМП, там, да, Снегоход Роли Плей, он выпустил новую обновлённую графику. Я читаю, думаю, а чё за Снегоход Роли Плей? А чё такое вообще? К чему всё это? Я не понимаю. И в комментариях люди такие, о, так это же Снегоход Роли Плей, или там некоторые такие, так я давно ждал. Господи, они это выпустили. А я читаю и думаю, чуваки, вы вообще знаете, что такое Снегоход Роли Плей? Вы вообще представляете, что это такое? То есть я нет, я не понимаю. И вот сейчас я просто офигел от одной новости, которую я вам прочитаю вот буквально через пару секунд, после того, как скажу слово мотор. Поехали, до свидания. Сегодня Блэк Руссия празднует свой первый день рождения. Ровно год назад был запущен новый сервер Рэд. Первый сервер Рэд. Ну типа логично, что он первый, потому что Рэд, там, Вайт, всё прочее. Поздравляем руководство и желаем новых рекордов. Если честно, я вообще не понимаю, как за один год из какого-то сервака, который не знал никто, выросло нечто такое подобное. Потому что я заходил на Блэк Рашу, да, действительно, это КРМП с таким, знаете, подходом к мелочам. Можно сказать, КРМП с человеческим лицом. Вот нечто подобное вообще можно сказать про весь этот КРМП. И тут сейчас, смотря на то, сколько онлайн, смотря на то, каких ютуберов они уже к себе берут на проект, я понимаю, что, а чуваки-то молодцы, чуваки-то красавцы. И порой даже вот, знаете, ты настолько во всё это не веришь, что даже вот я до сих пор не верю, что у Влада А4 сколько там, уже там к 30 миллионам подписчиков идёт или сколько, я точно не помню, сколько у него там. И также вот тут, то есть не то, чтобы там Блэк Раш и Влад А4 это одно и то же, нет. Я к тому, что он всё это вместе с тобой в одно время отовсюду об этом трубят. И ты думаешь, что, ну, всё это уже там 500 миллиардов лет существует, что всё это уже, знаете, устоявшееся, как будто бы всё оно так и было. А оказывается-то нет. А оказывается, что всё это не так. И ты сидишь, сейчас я сижу, читаю всю эту новость, смотрю на то, какой онлайн общий на Блэк Раша, и я офигеваю. Ведь, по сути, в скором времени Блэк Раша сможет обогнать Аризону РП. И это прям уже, знаете, без преувеличения какого-либо, потому что Аризон и РП сейчас наблюдаются иногда по вине, опять-таки, хостинга, на котором они стоят некоторые проблемы, которые не особо хорошо, там, знаете, сказываются на, вот, общем состоянии серверов. А у Блэк Раша, как лично я понимаю, всё стабильно в этом плане. Я не знаю, на каком хостинге они стоят, я не знаю, сколько денег они за всё это платят. Но сам факт в том, что Блэк Раша стабильнее, чем Аризона, для меня это прям какой-то, знаете, инфаркт, это инсульт. Я не знаю, хотя инсульт это там с мозгом связано, неважно. И сейчас я просто, вот, наблюдаю всё это, абсолютно точно не понимаю, а как такое произошло? Возможно, что я в какой-то степени поспособствовал всему этому, хотя меня взяли на работу, ну, сколько там, не знаю, на вот всё это сотрудничество. Там, я не знаю, месяц назад, может, два месяца. Я действительно не помню, сколько вообще времени назад всё это было. И вот, то есть, сам факт в том, что ты как-то причастен ко всей этой истории, это круто. Это прям, знаете, классно, потому что Блэк Раша, она вырвалась буквально вот просто вот так вот и затмила всех. То есть, там вот этот вот весь проект на букву S, который был в Samp Mobile, я думаю, вы все понимаете, о чём я говорю. Он вообще где-то там вниз падает со своим вот этим вот вторым ещё дочерним проектом в Крымпе. Он вообще внизу там где-то сейчас находится. И, понимая всё это, ты ощущаешь то, что Блэк Раша-то, она монополист. И в скором времени она, как лично я понимаю, сможет вообще даже отказаться в какой-то степени от рекламы. Возможно, пойдут сокращения ютуберов, возможно, пойдёт нечто подобное, потому что, ну всё, они типа топ-1, и кто их догонит, когда там у какого-нибудь... Вот топ-1 это, допустим, 13 тысяч человек, а топ-2 это там, ну, 4 тысячи человек. И это чтобы догнать Блэк Рашу, нужно будет прям, знаете, очень сильно постараться. Разумеется, будут появляться конкуренты, новые чуваки, которые постараются урвать весь этот кусок. Но надолго ли их хватит? И всё ли у них там, знаете, будет вот так замечательно? Я вот не могу сказать, и скорее всего я скажу даже, что нет. Потому что, ну, в Блэк Рашу уже всё устоялось. То есть Блэк Рашу все знают, Блэк Рашу все понимают. Кирилл Вовк, это вот человек, и он тоже живой, его все видели, его все знают. У него есть свой ютуб-канал, по-моему, называется Блэк Босс или что-то вроде того. И сейчас переходить на какой-то проект непонятно какой, а вдруг он закроется там через 2 дня. Вдруг там ещё вот нечто подобное будет. То есть, что вы из всего этого, я не знаю. Я без понятия от всего этого, и мне прям вот кажется, что... Ладно, неважно. Сам факт в том, что Блэк Рашу уже год, это замечательно. Я поздравляю всю команду проекта, которая работает над всем вот этим вот детищем. И желаю, чтобы у них в будущем всё было только замечательнее. Главное, не становитесь каким-нибудь там СамПРП, который почувствовал, что вот, у нас много всех вот этих вот серверов. У нас много игроков, у нас много всего. Нам донатят, у нас всё хорошо, поэтому мы рекламку закупать не будем. Всё замечательно. Однако, то есть, ну, я не думаю, что Блэк Рашу может стать вот каким-то таким, знаете, придатком СамПРП. Или как-то вот, не придатком, а как-то вот повторить что ли, судьбу СамПРП, как это часто говорят про Аризону РП. Типа, ой, да вы там скоро повторите судьбу СамПРП. Ой, да вы там скоро вот то, всё, пятое-десятое. То есть, ну, я не думаю, что Блэк Рашу светит какая-то такая судьба. Я думаю, что у них всё будет хорошо. Главное не забивать на основные составляющие успешного GTA-KRMP проекта. Да и не только GTA-KRMP проекта. Это частые обновления, там адекватная администрация и, разумеется, ютуберы. Это не то, чтобы идёт в последовательности того, насколько всё это важно. Нет, это просто вот я перечислил и всё. Разумеется, может быть ещё что-то четвёртое, но как лично мне кажется, вот эти вот три основных пункта, они тут главенствующие. И если, допустим, кто-то из вас со мной не согласен, из зрителей данного видеоролика вы можете там, знаете, написать в комментариях обо всём этом, обсудить всё это там со мной, с другими людьми, которые, возможно, будут как-то не согласны, которые будут говорить, да нет, да ты чё, да там всё не так, там на самом деле 10 факторов, там на самом деле 15 факторов, всё это там вообще макс-фактор, х-фактор, всё прочее. То есть ты вообще какую-то фигню несёшь, не неси фигню и так далее. Однако, я думаю, что на этом, разумеется, мы уже можем закончить весь этот вот новостной выпуск, вот это всё поздравление Блок Раши с их первым днём рождения. Я надеюсь, что дней рождения у них ещё будет, там, знаете, штук 10, может быть, 15. Живите подольше и делайте много хороших вещей, не вступайте на плохую тропу. И в целом, да много ещё чего можно пожелать. Я думаю, что вам уже всё это прекраснейшим образом пожелали в комментариях, там, и, возможно, какие-то ненавистники, возможно, какие-то прочие люди. Неважно. Самое главное, знаете, в чём? То, что ссылочка на скачивание Блок Раши, она находится в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там всё это посмотреть, рассмотреть поподробнее и так далее. Всем спасибо за просмотр. Увидимся тут же, завтра. Я надеюсь, что всё это произойдёт в 20.00, либо же немного попозже. Всем спасибо, всем пока и всем, разумеется, до свидания.